И в завершении выпуском конкурс строя и песни среди молодежи состоялся в Ненецком округе 8 школьных команд из Наринмара, поселков Искатели и Красно, а также села Оксино показали свою строевую подготовку. Это очный этап. В заочном же участвуют команды из отдаленных населенных пунктов. Они присылают в адрес жюри видео своего построения. Тему продолжит Ольга Русул. 8 команд – это лучший из лучших возраст участников от 12 до 18 лет. Они уже прошли испытания, каждый в своей школе. В традиционном в очном этапе принимают участие только городские школьники. Но в этом году в Наринмар приехали две команды из села. 11-классник из Красного Дмитрий Терентьев – опытный командир. Под его руководством отряд уже второй раз участвует в конкурсе. Если честно, то готовиться было трудно, потому что у нас новый состав. И как бы нужно было каждого обучить. И, собственно, в этом была вся сложность. А так – нет. Все справились. Команду из села Оксино с песней Владимира Высоцкого о друге за собой ведет Данил Чупров. Говорит, что немного волнуется, ведь такая ответственность на нем впервые. Но парень всерьез задумывается о карьере военного, поэтому уверен, трудности преодолеет легко. По контракту пойти. А какие по ним оставить больше? Да не знаю, какие возьмут. Самое главное, чтобы не штрафбат. На фоне возмужалых старшеклассников участников конкурса выделяется команда кадетского класса. Она самая юная здесь. Но это не мешает им быть опытными. Шестиклассница Евелина Кычина говорит, в конкурсе участвует второй год. Девочка немного волнуется. Ну, прохождение с троем и песня, которую пропеваешь, когда идешь. Потому что ты можешь запутать слова, можешь запутать шаг и перепутать команды. Торжественное поднятие флага перед участниками заочного конкурса «Строи песни» с напутствием на победу выступает начальник отдела военного комиссариата по Ненецкому округу. Желаю вам всем победить в этом конкурсе. И знаю, что кто будет победителем, это победа заслуженной. Потому что вас будут судить военнослужащие. Не один человек, а несколько. По условиям конкурса участники получают специальные листы с заданиями. В них перечислены все навыки и умения, которыми им предстояло владеть. А сейчас продемонстрировать на суд жюри. Памятка командиру была, по которой они тренировались. То есть определенные элементы, строевые проверяются в определенной последовательности. Студейская коллегия как бы об этом знает и будет смотреть именно, насколько ребята подготовлены по бумажке. В данном случае они будут смотреть правильность выполнения и правильность выполнения по пунктам. Определенные. Оценивает конкурсантов компетентное жюри офицера. На каждом из них большая ответственность. Очень страшно, так как это еще не совершеннолетние дети. Все они сюда пришли за победой. И выбрать самых лучших и проиграть, это, конечно, самое обидное. Но я надеюсь, что они все будут не обижены судейской командой. В результате лучшую строевую подготовку показали учащиеся кадетского класса школы номер 4. У них первое место. На втором участники патриотического клуба «Рубеж». Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Продолжение следует... Кian не особо свободного мешать акцинala.